В результате пройденного пути борьбы и решений приятно и радостно иметь свою конституцию, трактующую обладать нашей победы. Приятно и радостно знать, что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. В результате пройденного пути борьбы и решений приятно и радостно иметь свою конституцию. Сходу говорим, что определяющее качество Сталина это, потому что он коммунист. К этому мы все согласны. Ну а то, что антисталинизм это в общем-то общая характеристика всех сегодняшних антикоммунистов, это можно показать несколько подробнее. В том числе тех антикоммунистов, которые Сталина хвалят, превозносят, даже боготворят где-то и прочее. Наша партия изначально в своей программе отмечает, что Сталин безусловно коммунист и под его именно руководством Советский Союз достиг наибольших успехов. Значит тогда, когда было доказано и социализм вошел в повседневную жизнь, а перестал быть просто идеалом, целью, так сказать, перспективой, за которую ратовали и прочее, прочее. Но при этом мы Сталина совсем не обожествляем и не, как бы сказать, уводим из-под критики или анализа. Так же, как ряд наших товарищей и докладчиков, которые уже здесь выступали. И при этом нам часто приходится вести некоторые споры, доказательства, в том числе внутри своей партии. И как раз по тем вопросам, которые самые, как бы сказать, понятные, ясные. По Конституции 1936 года, вот о чем говорили. По, значит, причинам распуска Коминтерна, да, вот самые такие болезненные. И вот когда занимаешься анализом конкретной ситуации, системой аргументов, то очень важно понять, а чем руководствовались коммунисты тогда, Сталин, как генеральный секретарь. И все больше и больше убеждаешься, что если они где-то с нашей сегодняшней кочки зрения, да, и принимали не совсем оптимальные, или нам не очень понятны решения, или кто-то считает даже ошибочными, то это были решения, которые принимали коммунисты в той сложнейшей ситуации, которая тогда была, так? И эти соображения были действительно требованием, требованием ситуации, требованием времени, а отнюдь не чьими-то волюнторийскими пожеланиями, что я сегодня так или по-другому там сделаю. Вот, продолжая, так сказать, анализ, который товарищ Дегтярёв нам уже представил, Конституции 1936 года, да, действительно, сложнейшая ситуация. Конституция, подготовка к войне, фашизм разрастается, так? Советскому Союзу кровь из носа нужна и время, и союзники, прежде всего, в рядах трудящихся других стран. А пропаганда буржуазная работает, там диктаторский режим, там нет демократии, там лишения прав, там выборы ненастоящие, там... Ну и прочее, прочее. И вот под этим давлением аргументов советская система смотрит, потому что у нас действительно прямая эксплуататорская система ликвидирована, классы задавлены, общество вроде бы уже советское, да, и желание, так сказать, двинуться в сторону внешних признаков вот этой буржуазной демократии. При этом какую-то опору хотят получить и в так называемых слоях лишенцев, многие из которых вообще-то в это время уже к советской власти развернулись более-менее лояльно. То есть ликвидировать вот этот институт лишенцев и прочего, уравнять голоса рабочих и крестьян, то есть всего населения. То есть вполне понятные соображения, которые подготовлены, продиктованы тем, что надо подготовиться и выстоять в той, ну тогда еще возможной войне, о которой мы впоследствии знаем. Это мы понимаем. Сложнее другой вопрос. А почему после войны не вернулись, да, почему не восстановили это дело? Почему не начали с партии, ведь программа партии действовала, тоже надо было как-то это делать, сделать. Но это уже другой вопрос. Анализ, если бы, почему там это. Это такое дело, значит, не очень научное и не менее сложный вопрос вот о распуске Коминтерна. Так, значит, некоторые наши товарищи из уважаемых партий, например, Компартия Греции, вот на конференции, которую мы проводили в этом году в Москве, выступая к вопросу распуска Коминтерна, высказались очень категорично и прямо, что это противоречило принципам создания Коминтерна и даже противоречило духу манифеста Коминстической партии. Ну, что тут? Ну, думаем, тоже не совсем так. 43-й год, война еще, ого, как не окончилась, да. Союзников надо заставить втянуть по-настоящему в борьбу. И для того, чтобы выбить из них козырь, что Коминтерн лезет во внутренние дела каждой страны и прочее вмешивается, для того, чтобы показать, что эта борьба идет против фашизма, здесь общая по этим делам, тем более, что Компартии уже набрали определенную силу и влияние в этих делах, вот, значит, было принято такое решение, причем принято, ну, большинством партий, которые были и входили. Выстоять в тот момент, сохранить социалистическое государство как, значит, форпост социализма и борьбы за мировую революцию, это была главнейшей задачей и обязательная точка для возможной перспективы победы в мировой революции этого самого социализма. Сегодняшние наши воспоминания и знания показывают, что, а как иначе, а США уже атомную бомбу подводил почти готовность, а уже планы потом были превратить эту войну общих союзников в войну против СССР и так и подобное. Поэтому отнюдь не соображениями какими-то, значит, волюнтаристскими личностей определяются это решение, а соображениями продолжения борьбы за социализм, за мировую революцию и прочее прочее. Особое сегодня место занимает борьба за Сталина как коммуниста в противостоянии разного рода его восхвалителям. И государственникам пытается его поставить, патриотам, красным монархам, державникам, гениальным менеджерам. В общем, эпитетов можно... 2007 год на плакатах большие билборды «Единой России» профили, там от Пушкина до Ломоносова, и Сталин там, и красный монарх, да? Ну, посмотри он, Проханов там прочее. Сам Сталин на это дело отвечал, особенно на сравнение с Петром Первым, что глупость, конечно, ни в коей мере. Я всю жизнь положил служению классу не помещиков и грибосников, как тот, а служению рабочему классу. Если бы этого не было, я считал бы свою жизнь напрасно прожитой. Вот уже сразу ответы проще. Пытается, вот такой вопрос поднимал у нас, значит, Борис Николаевич, противопоставить Ленина Сталина, и он сегодня. Разные точки зрения у Ленина Сталина было при создании союза. Одна точка зрения у них главная была. И тот, и другой, безусловно, стояли на том, что в основе диктатура пролетариата лежит. В этом единство, в этом фундамент всей этой штукови, в этом унитарность государства. Советский Союз еще каким унитарным государством был? И Ленин сумел доказать Иосифу Виссарионовичу, что именно для того, чтобы он был единее, унитарнее и крепче, надо дать малым входящим больше свободы. Как в брак вступают мужчины с женщиной, какой брак будет крепче? Где есть возможность рассторжения? Или тот, который на всю жизнь, давай, тебе приказали? Вот о чем речь идет и на чем надо достоять. Поэтому здесь Ленин и Сталин одинаково мыслили, как коммунисты, и к этому двигались. Очень важно аргумент есть, пробовать представить, значит, Сталина как государственника вообще. Вот Бортко, всем известен, генеральный режиссер, подготовил сценарий, хотел снять четырехсерийный фильм о Сталине. Я ознакомился с сценарием, там несколько замечаний, в том числе, прежде всего, что он коммунистом Сталина не представляет. Он у него там и монарх, и державник. И он говорит, да слушай, я вашу точку зрения знаю, но мы придерживаемся другой, имеется в виду КПРФ. И действительно, другой. Ведь при всех их восхвалениях Сталина насчет государственного устройства, Узюганов, когда он выступал в обосновании программы КПРФ, наша цель – движение к парламентской республике советского типа. Или защита Сталина превращается имя в использование его имени, или как? Новосибирск, локоть, мэр КПРФ, коммунист говорят, знаете? Место для памятника сквера Николаю Кровавому нашли власти в Новосибирске. Место для памятника Бюста Сталину не нашли. Это неоднозначное, так сказать, действие может внести в раскол общества, в то, сё. И установили этот бюст, который общественники, активисты собрали, во дворе обкома КПРФ. За заборчиком для себя, но при этом себе как бы в славу часть, славы приватизировав. Сказать, что это мы со Сталиным и так далее. Итак, что вам нужно сказать? У меня есть много недостатков, но у меня есть один плюс. Я всегда могу остановиться, когда нужно. Заканчивая, заканчивая. Я уже хочу пример такой привести. На вопрос, а почему это так? Вот почему эти все многочисленные сторонники у Сталина тут появляются вдруг и прочее? Прочее. Вот оно объясняется маленькой картинкой из пункта советского мультфильма. Там маленький котёнок такой симпатичный, пушистный. Он говорит, мы с дядей и тигром охотимся только на крупного зверя. Вот вот эти дети. Всем успеху. Спасибо. 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 Продолжение следует...